Всем привет! Меня зовут Санье и я решила показать вам неделю своей жизни стюардессы Эмирейт во время резерва. Резервный месяц это стабильный месяц, который мы получаем без расписания раз в году. И знаем точно, что мы должны каждый день проверять свое расписание и смотреть, какие рейсы нам поставили на следующий день. Вообще, 18 числа каждого месяца мы получаем расписание на целый месяц вперед. И точно знаем, в какой стране мы окажемся в тот или иной день. Самое классное, что мы точно знаем свои выходные дни, поэтому жизнь планировать реально невозможно. Именно во время резерва ты находишься в неизвестности и должен быть готов поехать как в холодное направление, так и в жаркую страну, в короткий рейс, в длинный или просто находиться в стендбай в аэропорту или дома. В этом видео я хочу вам показать, как прошла моя неделя из жизни стюардессы в резервном месяце. Поехали! У меня ночной стендбай дома. Это означает, что мне нужно быть плюс-минус готовой к тому, что меня могут вызвать на рейс, но при этом я могу спать. Потому что стендбай у меня с 3 ночи до 11 утра. Это означает, что меня могут вызвать на рейс в любой промежуток времени с 3 до 11. И, соответственно, если это будет, например, в 10.30, то мне нужно будет по-прежнему сделать рейс, который, например, будет, я не знаю, возможно, 3 часа, 10 часов, не имеет значения. Представляете? То есть мне нужно все это время сейчас. При том, что я весь день не спала. Проснулась в 12.00 и, получается, сейчас час ночи у нас в Дубае. Я просто еще пока не хочу спать. Но я предполагаю, что в какой-то момент мне захочется поспать. И я буду просто ставить будильники. Пока не знаю, честно, как это будет. Обычно я просто вообще не сплю, но не знаю, как у меня получится. С 3 до 11 вообще не спать. Вот. А я решила заснять этот процесс. И посмотрим, если мне что-то дадут, то, соответственно, я запишу вам то, как я себя чувствую, куда я лечу. Если ничего не дадут, то это будет хорошо. Очередной выходной я не против. Доброе утро. 7 часов утра. По итогу я поспала где-то пару часов. И сейчас я уже пошту свой автобус. И, соответственно, меня ждет рейс в Милан. 7 часов. В Милане я буду 24 часа. День-день. И потом мы полетим в Нью-Йорк. Это такой мультисектор. Милан GFK. Нью-Йорк. И, на самом деле, я люблю этот рейс, потому что, собственно, я только недавно получила американскую визу. И сейчас мне очень интересно туда летать. Это новое направление для меня. Вот. Поэтому, конечно, я обрадовалась, что мне дали такой, скажем, качественный рейс, а не разворотный. Мы уже в Милане. Быстрый апдейт. И сейчас идем с ребятами, едем точнее, в сторону озера Кома. Я думаю, все знают, ну, большинство, я точно, видимо, знают про это озеро. И сейчас туда постараемся добраться. Вот так выглядят витрины в Милане. Путин, Зеленский. Чего здесь только нет? Думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мой коллега из Бразилии Я уже в Нью-Йорке Кстати, вот здесь Central Park И я сейчас бегу в дорогой центр Там меня ждет моя коллега Мы себе договорились вместе погулять Но она проснулась намного раньше, чем я И я пыталась наладить какой-то процесс работы С моего интернета мобильного Но у меня ничего не получилось И, короче, я сейчас Не знаю, что я буду делать без интернета Здесь, в этом городе Но пока пытаюсь разобраться Я заплатила за него 18 евро Чтобы он работал в городе Но что-то все как-то печально Это есть такие, знаете, приложения Когда ты просто плачешь на определенные сроки И у тебя в стране появляется мобильный интернет Вот, я обычно пользовалась такой слугой в них А сейчас он перестал работать Мне очень нравится Нью-Йорк днем И в течение дня, и утром Но вечером, когда мы сюда прилетаем И ночью, мне безумно здесь плохо становится Сейчас погода очень классная Но времени очень мало И еще проблема с интернетом Кстати, вот башня Трампа Если вы про нее слышали Здесь очень много полиции Она находится прямо возле Сентрал Парк Это легкий Нью-Йорка Здесь можно дышать Короче, все говорят Всегда И я всегда слышала от всех людей Что в Нью-Йорке, когда ты что-то делаешь Типа, снимаешь себя Записываешь какие-то видео На тебя никто не смотрит Так вот Подтверждаю этот факт На тебя никто не смотрит Не потому, что люди такие приличные И считают это невежливо Смотреть на тебя А на тебя не смотрят Просто потому, что здесь столько происходит сумасшествия Вокруг тебя Столько непонятных, неадекватных людей И я надеюсь, что для тебя просто дела нет никому Но вообще я сегодня такая с мейком в белом пиджаке И мне кажется, я максимально привлекаю внимание Поэтому, если вы любите внимание То вам нужно просто более-менее красиво, приемлемо выглядеть И все на вас будут смотреть Потому что это не что-то, мне кажется, не стандартное для города Для этого Все здесь ходят такие немножко Мне кажется, внешний вид ставят они далеко не на Первое место Вот, ну а я сейчас бегу Уже подошла к Молу И мне кажется, моя коллега Лена меня прибьет Она из Украины Такая женщина суровая И она меня очень долго ждет Посмотрим Если она еще не ушла Я не забила просто на меня Вот я пришла Жду ее здесь Не знаю, ушла ли она Или где-то еще здесь До сих пор меня ждет В этой местности На самом деле На второй раз я уже более-менее начинаю ориентироваться Первый раз вообще потерянная была Сегодня тоже я как-то теряюсь от всего того, что происходит здесь Вокруг тебя Я не могу как-то сосредоточиться Странные ощущения на самом деле У меня такого нигде не бывает Кроме как в этой стране В этом городе Вот, но я привыкаю Я чувствую, что сегодня мне уже как-то поспокойнее здесь Первый раз я вообще боялась даже телефон из карманов доставать Очень солнечно Была прекрасная погода Сейчас поднялся сильный ветер Мне кажется, начнется дождь Я хочу зайти в Whole Foods Самые лучшие продукты Здесь в Америке Вот Взять чего-нибудь в Дубае И себе поесть И потом уже пойду в отель И буду немножко отдыхать перед рейсом Только в предыдущем месяце получила визу рабочую в Америку И мне уже дали кучу рейсов сюда И коллеги сказали, что рейсов очень много будет Что типа в Америку я буду чаще летать, чем в Бомбее А в Бомбее, чтобы вы понимали У нас чуть ли не каждый Не каждый третий рейс Вот Мне это очень радует Мне прям нравится здесь Офигенно И Ну для меня В плане именно как рейса Налет хороший То есть количество часов налета классное Плюс еще и классная командировка Но немаловажно Это то, что Вот этот вот Allowance Деньги, которые нам добавляют за Время нахождения в командировке Они тоже в местной валюте И это тоже приятно на самом деле Потому что это добавляется к зарплате И в Америке allowance хорошие Потому что здесь Соответственно отели дороже И валюта с Дубаем С Дирхамом немножечко Она сильнее В общем я уже в номере Успела отдохнуть Поесть черешни Которую купила Боже, я столько черешни съела Ладно И сейчас я уже собираюсь Хочу поснимать таймлапс сборов своих Уже запрела косичку У меня в принципе макияж останется на лице Я уже стала Оставила Решила оставлять Не смывать Кстати, посмотрите У меня очень красные глаза Я сделала Сделала из моего коллекции Узрение Могу вам подробнее Об этом рассказать Как-нибудь В общем сейчас у меня будут Полноценные сборы Нам уже позвонили То есть в Икапком уже был Мне нужно прям поторапливаться Потому что в этом тейле Нет нормального света Ну типа В ванной Хороший свет А вот в этой комнате Основной Свет очень такой Притупленный И меня это напрягает Потому что я Люблю, когда очень светло И тогда Мне как-то комфортнее Здесь прям вообще Все погром Я на Лайоверах 24 часа Вообще не успеваю Ничего на места ложить Поэтому у меня все Очень разбросано Всегда И потом я просто все В последний момент Собираю Все Буду собираться Надеюсь Что еще выйду на связь 10 секунд Не поверите, но мы уже В Италию В общем мы прилетели в Италию Рейс был 7 часов Я очень устала Видно дома по моему лицу Я уже разделась Сейчас пойду купаться Хотела показаться Именно в таком виде Очень устала Очень устала Потому что я не спала Перед Нью-Йорком Весь рейс Я просто засыпала Было очень мало пассажиров Поэтому рейс был спокойный А на спокойных рейсах Тебе хочется спать Еще сильнее Даже Если ты Выспался Перед рейсом Все равно Конит сон Когда много работы Как-то занят И не замечаешь Как время проходит Я очень сильно устала Коллеги мои пойдут гулять В город Скорее всего поедут Потому что мы в Милане Находимся сейчас И они поедут в центр города Мы достаточно далеко Находимся от центра Но я вообще Не горю желания Просто хочу отдохнуть Поспать 9 часов Чтобы выспаться И наверное просто Позанимаюсь своими соцсетями Побрабатываю ролики Чтобы в Дубае меньше Оставалось Того что нужно разгребать А на самом деле Эта работа Это вот знаете Про вот эти карусели Эмоциональные Когда ты В начале Вот рейса И допустим Когда я гуляла По Нью-Йорку Когда мы поехали На озеро Кома Я просто В таком было кайфе Я так была счастлива И У меня были мысли Что Боже ну Меня все устраивает У меня есть Хороший заработок У меня прекрасная работа Я так счастлива И Были такие мысли Что наверное Я не буду торопиться С уходом Но этот рейс Я так опять устала Вот это моя усталость После рейсов Когда я Во время рейсов Когда это время Кажется просто Как будто бы Бесконечным И все болит Все Я в эти моменты Уже ничего не хочу Мне ничего не нужно Мне в эти моменты Уже не нужно Ни путешествия Ничего Я просто хочу Уволиться И жить Какой-то такой Приземленной жизнью В одном городе Путешествовать только В выходные В каникулы Там Я не знаю Несколько раз в году И зарабатывать так Чтобы не думать О том Что Мне нужно Работать В авиации Чтобы иметь Скидочные билеты Поэтому Я думаю Что нужно уходить Однозначно Потому что Чем дольше Ты находишься В такой индустрии Тем Сложнее уйти И еще Был интересный Такой момент Что с нами На рейсе Летела Бортпроводник Из американских Авиалиний И знаете Сколько ей было лет Она подошла Сказала Что я ваша коллега Реально говорю Ну ей 54 года Ну блин Конечно Это 54 года Это не бабушка Это женщина Да Но По сравнению С нашим возрастом Это Человек уже Ну как бы В возрасте И она работает С стюардессой В американских Авиалиях И Да Поэтому Я просто Понимаю Как этот труд Оценивается В Америке Да Например Что берут Людей Даже В таком возрасте На эту должность Вот В Дубай Конечно По другому Но у нас И компания Другая Конечно И условия Другие И это все Прекрасно понимаю Ценю Но Мнение моё Однозначно Что нужно Менять Сферу деятельности Но Принять решение Не просто Сейчас я Доползу до ванной Смою Себя косметику В первую очередь Искупаюсь И буду Сыпать Закрою шторы Крепко Сделаю Кондиционер Более Холодно Чтобы было В комнате Прохладно Я думаю Что я хорошо Посплю Все Нам пора Уже Летим Обратно Доброе Ура Ура Субтитры сделал DimaTorzok